приветствую вас уважаемые друзья коллеги по хобби сегодня хочу поделиться с вами своим рецептом как я копчу курицу и для этого нам понадобится тушка курицы на 2 килограмма соль адыгейскую я использую и щепа ольхи курицу предварительно хорошо помыл и потом на три часа на блюдо под крышечку поставил чтобы она хорошо обсохла здесь обложил бумажными салфетками полотенечками чтобы она была по суше во время копчения было поменьше пар сейчас смотрю она стала такая более сухая и теперь ее можно обмазать адыгейской солью для того чтобы хорошо все промазать я еще грудинку раскладываю разрезаю чтобы она больше просолилась здесь делаю такие надрезы делаю хорошие глубокие надрезы и просаливаем добротно адыгейской соль можно замачивать маринады но я не хочу чтобы она была сильно соленая в принципе и так там соли хватит и будет достаточно здесь сделаем надрез хорошо просолил принципе соль остается на шкурке поэтому вот я и рекомендую сделать надрезы самой грудки филе в курином также внутрь хорошо просыпьте теперь не более 10-15 минут дадим курицы полежать немножко настояться этой солью а мы пока подготовим коптильню подготовим опилки как вы знаете многие что я копчу дома в домашних условиях на домашней коптильне из нержавейки пока курица у нас настаивается в соли мы подготавливаем коптильню чтоб ее не загрязнять я опилки всегда укладываю фольгу делаю всегда таких две закладочки из фольги сначала включаю одну конфорку на маленьком огне потом включаю вторую конфорку также на маленьком огне чтобы сама курица была в дыму побольше но при этом я ее не варю там при сильном огне а огонь комфорка делал очень-очень маленький и температура более 90 градусов у меня в коптильне не повышается теперь укладываем поддон для жира поддон также чтобы не пачкать все время чтобы поддон не пачкался я укладываю также или фольгу или пергаментную бумагу коптильню подготовили курочка наша настоялась соли и в приправах и теперь друзья я сам так делаю и вам рекомендую я всегда когда копчу мясо сало курицу я ее всегда оборачиваю марлей вы конечно можете это не делать у каждого на это свое мнение но я для себя всегда при копчении всего оборачиваю в марлю и всякая вредная гадость остается не на коже курицы или мясо остается на марле теперь это переношу в коптильню и начинаем коптить вот друзья залил гермозатвор воду теперь включил маленький огонь вообще маленький и жду когда с трубки пойдет дым огонь сильно не добавляйте делайте все на маленьком огне пусть на это уйдет чуть чуть больше времени два два с половиной часа но курица хорошо прокоптится будет вкусная и сочная прошло три часа ровно и я достал курицу из коптильни специально держал на маленьком огне чтобы она не была так особо как вот вареная чтобы она немножко подсушилась такой ароматный сейчас запах идет на кухне пахнет копченостями правда вот шкурка за такой большой промежуток времени полопалась но это не страшно зато курочка готовая она не сильно водянистая кусочек бедрышка отрезал посмотрите как все хорошо приготовилось сейчас дам курице хорошо остынуть я больше люблю копченое когда оно остынет тогда вкус такой вот аромат намного больше ощущается чем когда она горячая вот пока теплая я попробую ну что можно сказать все отлично прокоптилось чем мне нравится держать долгое время что она прокапчивается вообще просто бомба ну вот друзья на этом буду заканчивать если у вас есть какие то вопросы задавайте с удовольствием отвечу если у вас есть какие то предложения или замечания тоже пишите это все в комментариях главное пишите это все как бы в нормальной форме без руганий без всяких оскорблений потому что все оскорбления я сразу баню удаляю с канала но если конструктивная критика то я рад выслушать попробовать я люблю кстати пробовать рецепты о которых мне пишут подписчики люблю экспериментировать с удовольствием готовлю ну друзья подписывайтесь на канал кто не подписался дальше будет много интересных рецептов на этом заканчиваю всех благ вам вашим близким до новых встреч у нас все с небольшим люблю вы 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 и вы Продолжение следует...